В Восточном отделе Российской национальной библиотеки Санкт-Петербурга состоялась выставка, рассказывающая о письмовниках, особым жанре книг, в прошлом очень популярном. Письмовники – это сборники образцов писем на все случаи жизни. Они существовали на всех европейских языках. Эта выставка посвящена письмовникам на идише. В них, словно в зеркале, отразилась непростая история русских евреев. Кроме того, письмовники играли роль своеобразных учебников грамматики, как еврейской, так и русской, стиле поведения, образа мыслей, а также географии, математики и даже начатка в бухгалтерии. Учебники для взрослых и детей часто включали в себя письмовники, прекрасно уживавшиеся рядом с нотами для пения и даже кулинарными рецептами. А когда началась массовая эмиграция евреев в Америку, письмовники стали излюбленными книгами как у тех, кто уехал, так и у оставшихся. Профессор Элис Стоун Нахимовский и сотрудница Института еврейских исследований Роберта Ньюман о русско-американских письмовниках. Это исследование стало ядром экспозиции Российской национальной библиотеки. Тут мы с автором написали книжку об очень интересном явлении, малоизвестном. Это книга о Бривеншеллзе, это о письмовниках, что это такое. Это собрание фиктивных писем на все случаи жизни. Мы так рекламировали. На самом деле это не на все случаи жизни. Были, существовали они во всех странах, на всех языках. Мы занимались этими собраниями на идиш. В самом начале мы занимались книжками, которые, ну скажем, с 80-х годов 19 века до Первой мировой войны. А что там? Ну все там, начиная с алфавита, это для малограмотных, и кончая с любовных писем. Выставка эта в основном сосредоточена на том, что осталась за пределами монографии. У Алисы и Роберта Ньюман, ее коллеги из Ива, все начинается с 80-х годов прошлого столетия. Мои книги гораздо старше. Они издавались в Вильне, столице интеллектуальной восточноевропейского еврейства, еще в 20-е годы 19-го столетия. Ну а потом письмовники пошли, как снежный ком, катиться с горы. И отражали они на себе все этапы развития русского еврейства. Очень интересен в этой связи письмовник Паперна, нашего деятеля, выдающегося русско-еврейского образования. У нас много письмовников Паперна, и в плюс того еще мемуары, которым он знаменит и известен, представлены здесь. Очень интересны письмовники Паперна. Они трех- и четырехязычные, они всякие разные, они отражают полностью в себе свое время. Все тенденции того, что происходило с евреями, что делалось в их умах. Педагоги развлекались тем, что в свои буквари вставляли часть письмовника. Получалось замечательно. На выставке представлены редкие книги, которые впервые стали достоянием широкой общественности. Организаторам экспозиции хотелось бы, чтобы у письмовников появились новые читатели. Ведь эти старые книги отнюдь не устарели и еще могут принести людям много полезного.